Всем привет! С вами Станислав Орехов и Светлана Котлукова. И мы с вами проводим такую антикризисную, как всегда, антикоронавирусную встречу, потому что с завтрашнего дня в Москве и в Московской области возятся пропуска, и выезжать уже будет достаточно проблематично. Поэтому я уловила момент, приезжая тут мимо по делам, заскочила в гости к Станиславу, узнать, как проходит его удалённая работа, и какие он может дать советы всем тем, кто сейчас на ней находится. Стас, давай вот начнём, как всегда, с первого вопроса. Как у тебя сейчас с работой? Есть ли заказы? Ну, с заказами, как ни странно, вчера был звонок, я сейчас начал выкладывать планировочки, ну просто так ради фана я делаю обзоры на технике, мне это практически ничего не стоит в прямом эфире, и вот сколько там, шесть планировочек выложил, и один дизайн, ну вот было за неделю два запроса именно тех людей, которые именно посмотрели эти планировочки, ну как бы 130 метров квартира, ну опять же не знаю, будет-не будет, все в таком положении, как и все сейчас. Есть варианты, что делать, ну то есть что я предлагал, то есть пока нельзя выезжать и делать обмер, естественно, что можно делать? Можно взять план БТИ, можно прикинуть примерно расположение функциональной зоны, в принципе понять, как вообще размещаться будет, что, подобрать материалы, подобрать какую-то мебель, да, ну опять же не конкретные артикулы, а как-то на будущее, там через месяц-два, ну в любом случае когда-нибудь это закончится, да, соответственно приедешь, и ты уже будешь делать проект не с нуля, а именно адаптированный. Если человек хочет, ну как в моем случае, они хотят там к Новому году въехать, то, соответственно, процесс уже сокращается, то есть это ценно для людей. Ну и также мы ведем у нас такие три достаточно больших премиум-сегмента проекта, мы делаем, то есть заказ у нас еще был условно там два месяца назад, и дом большой, и мы его как бы делаем, поэтому как бы без работы не сидим, нормально. Ну а вот в рамках нынешней ситуации, когда точно так же отменяются официально-ремонтные работы, когда закрыты шоу-румы, когда сотрудники должны быть на удаленной работе, чувствуешь ли ты какие-то сложности при ведении тех объектов, которые у вас сейчас в работе? Ну нет, потому что у нас и так была удаленная работа постоянно, то есть у нас студия, наверное, лет пять уже точно работает полностью в удаленном формате, и люди если приезжают, то вот как ты только на встрече, то есть я вот в этом нашем офисе либо встречаюсь, ну обсудить какие-то детали, потом просто, ну мало кто приезжает, либо это обучение, то есть сюда к нам люди приезжают на обучение, либо это персональная какая-то работа, ну с кем-то, либо мы интервью записываем. То есть само по себе, ну там Zoom поставили прекрасно, все работает, у нас ребята, с которыми мы работаем, мы встречаемся в эфирах, все уже все настроили, все нормально, купили нормальные микрофоны, поставили нормальные камеры, ну то есть движуха есть. В принципе даже уже строители некоторых мы сейчас обсуждаем с ребятами, с кем работаем, кто-то даже удаленно уже строителями, то есть пока те ходят с... Управляют, да. В прямом эфире, да, включают прямой эфир и говорят там левее, правее, покажи этот узел и как бы управляют уже удаленно. Да, еще пока не всегда не все получается, то есть есть проблема там с этим, с пониманием, но люди быстро учатся и кто просто не научится, уйдет как бы с рынка, а кто научится, будет молодцом. То есть уже надо... Мы-то это давно уже используем, а кто еще для кого это дикий лес, надо быстренько подхватывать тему. Ну хорошо, а вот ты можешь вспомнить тот момент, когда ты решил отказаться от большого офиса и сотрудников перевести на удаленку, потому что сейчас может возникнуть какая ситуация, что люди пересидят этот карантин, вернутся в свои офисы, за которые они месяц заплатили, да, уже, вернутся, сотрудники все придут, и как бы вот что они должны почувствовать, да, что они должны посчитать, какие сделать выводы, чтобы сказать, ой, ребята, пожалуй, офис не лишний, сотрудники, пожалуй, я на удаленку отправлю, или все-таки нужно им дать время адаптироваться и вернуться к условиям. Я просто очень боюсь вот этого переходного периода, потому что за месяц люди привыкли к одной работе, а надо возвращаться к предыдущему формату. А почему надо возвращаться к предыдущему формату? А может и не надо. Может и не надо. Вот скажи мне, как понять, что не надо возвращаться к предыдущему формату? Ну, давай так, я скажу точно, у меня, как у человека, у которого было три офиса, в какой-то момент у нас было три студии, ну как, студия была одна, но у нас была студия визуализации, студия дизайна, это второй офис, и вот моя личная еще история, когда я запускал обучающую платформу, обучающую работу, то есть у меня еще была и здесь встреча. Соответственно, у нас было в какой-то момент три офиса. Когда это имеет смысл? Когда нет системы. То есть вообще в целом офис имеет смысл, когда ты хочешь общаться с людьми, когда ты решаешь нестандартные задачи, когда у тебя постоянно кипит что-то новое, когда ты креативишь, когда тебе нужна движуха, когда ты не можешь работать дома, когда ты не можешь ставить задачи, контролировать результат, когда тебе, по сути, вся работа, она заключается в движухе. Если у тебя такой формат, ну то есть ты как бы хаотичный человек, и тебя это устраивает, и твоих сотрудников это устраивает, то все отлично. Таких людей, ну как бы много, в творческих коллективах вполне нормально работают. Когда это меняется? Когда ты сам лично для себя принимаешь решение, как у меня это было? Ну что же так работает? У меня это было в один прекрасный момент, когда я понял, что невозможно работать 24 часа на 7 постоянно, да, то есть я в какой-то момент, там, я 7 лет не ездил в отпуск. Соответственно, я понял, что нужно что-то делать, что-то делать это менять себя, менять себя это, ну, создавать некую систему и меняться. Теперь у нас выходные, это выходные, уже лет 10, наверное, у нас никто на выходных не работает, и с сотрудников тоже. То есть, ну, только в экстренных каких-то ситуациях, если они сами хотят. И это говорит о том, о чем? О том, что надо планировать свою работу, потому что работа у нас интересная, задачи прикольные, и если дать время и волю, то оно займет 100% времени, и даже больше, ты их даже займешь где-то. Поэтому тут вопрос, скажем, дисциплина, самопонимание, нужно ли тебе или не нужно. Если нужно, тогда уже вопрос системной работы выстраивать. У меня вот пост в Инстаграме по этой теме есть, там, системная работа, то есть, когда она нужна, когда нет. Ну, то есть, тут каждый для себя делает вывод сам. А если нужно, то это уже просто инструменты. Как только ты принимаешь решение, что ты хочешь внедрить, то, окей, тебе надо изучить эту тему, перестроить себя, перестроить команду, может быть, кого-то уволить, кто не может так работать. Это тоже нормально, увольнение – это не приговор. Ну, как бы, ничего страшного, человек просто встроится в другую систему. Каждый может выбирать, что хочет. Скажи мне, сколько нужно времени для настройки системы, минимум? Успеют ли люди систему настроить за эти ближайшие… Нет, с нуля не успеют, минимум надо… Ну, наверное, так вот, я могу просто из практики сказать, опять же, это чтобы не было такого, что за два месяца, за месяц, за две недели. По сути, где-то от полугода до года. С чем связано? Связано с мыслительной деятельностью самого собственника, потому что самое главное – это вопрос собственника, чтобы давать пример и требовать себя. Это примерно, там, не знаю, как воспитание детей, можно так сказать. То есть, детей не надо воспитывать, надо давать пример. Нет, в принципе, то же самое. Соответственно, здесь, как только ты будешь понимать, что тебе нужно, и будешь требовать именно это, значит, останутся люди, которые с этим согласны, и объяснишь, опять же, людям, почему это надо, почему для них это выгодно, и тогда кто-то будет поменяться вместе с тобой, кто-то не поменяется, но ничего страшного, ты возьмешь на новые позиции новых людей. То есть, по сути, это такая программа, которая… Первое, ты понимаешь такое системное мышление, дальше ты выстраиваешь все процессы под эту тему, дальше прописываешь инструкции, дальше ты берешь людей, ставишь их в зависимость не от сижу зарплату получаю, а вот выполненных действий, прописываешь эти выполненные действия, передаешь им ответственность, чего очень многие боятся. Самый частый вопрос, когда я пишу про делегирование, ой, а я передам, они накосячат, а отвечать мне, и поэтому я не делегирую. Да, ты передашь, да, они накосячат, да, отвечать тебе, но что можно сделать? Значит, можно убрать вот эту ситуацию, когда они накосячат. Когда человек косячит вообще? Ничего, что я отвечу? Давай, давай, давай. Нормально, да? Да, у меня просто… Ну, хорошо, давай. Я сама сейчас в этом, в процессе… Объясню. Я просто это дело проходил, и проходил еще с большим количеством людей, я как бы знаю, как это работает в жизни. Значит, когда человек косячат, люди вообще в целом умные. Ну, то есть, многие из нас заканчивали диплом, да, получали, так или иначе, получили… Дожили как-то до возраста. Дожили, до возраста, да, что делаем проекты, значит, нам доверяют люди. Значит, исходя из этого, люди как бы в целом не глупые. Значит, почему не получают самостоятельно? Потому что они не знают, собственно, что нужно. Нет критерия качества, нет критерия понимания, что вот здесь надо доделать вот до такой ситуации, а тут остановиться. То есть, нету правил игры. Вот когда ты начинаешь играть там в монополию, представь, ты правила не знаешь, и ты начинаешь кидать кубик и ходить. Да, и от тебя требуют, ну ты что, идиот, ты не понимаешь, как надо играть? Ну нет, я не понимаю, ты мне правила не объяснил. И вот задача собственника, почему долго? То есть, понять эти правила, то есть, там есть 15 у меня позиций систематизации, так называемых, да, инструменты их называют систематизацией. Там и финансовая модель, и система студии, и понимание распределения ролей, и как люди работают. То есть, ты сам понимаешь, потом ты эти правила доносишь. Представь, что тебе в монополии надо кого-то научить играть. Примерно то же самое. То есть, ты все это дело доносишь, значит, люди, которые это понимают, они в эту систему встраиваются, они ее принимают на себя, и в этой ситуации они уже самостоятельно для себя уже видят ее как своей ответственностью. И как только человек принимает на себя эту ответственность, у него находится мотивация, умение, навыки. Если он что-то не знает, он научится сам. Он не будет приходить к тебе, потому что у него есть задача, он сам научится. Люди не дураки. Соответственно, создание правил правильных для тебя, как для работодателя, это приоритетная задача. Скажи, пожалуйста, можно ли научить перестроить мозг человека, который с тобой давно работал, там, не знаю, 5-10 лет, и привык работать в режиме, а как-нибудь да так сойдет, до режима четких правил? Или проще набрать новую команду с нуля? Второй вариант. По практике, да. У меня была мысль тоже, вот мы же тоже начинали, как бы у нас из команды остался, по-моему, один человек всего. То есть у нас там было сотрудников 10-12, в тот момент, когда мы начали перестройку. В итоге люди не меняются, если сами не захотят. То есть, а это сложно очень. Ну, как бы статистика подтверждает, что примерно один из, вернее, да, один из 20 человек, как бы они будут подвержены там изменениям, подвержены достижения, результатов, которые для себя ставят. Остальные нет. В принципе, это нормально. Но, так как у нас удаленная работа подразумевает и позволяет нам работать с людьми со всего мира, то нам набрать, ну, по сути, команду с 10 человек несложно. Для того, чтобы набрать команду с 10 человек, нам нужно сколько там получается? 10 на 20, 200 человек правило фильтровать. А фильтр 200 человек – это задача, ну, в целом решаемая. То есть, ты берешь одного HR, прописываешь, что тебе нужно, он проводит сам собеседование. Даже если ты 500 человек пролопатишь, вот мы сейчас занимаемся, у нас сейчас HR работает, мы сейчас заходим прям конкретно на биржи фрилансера, и там куча-куча народу предлагает свои решения. У нее работа на данный момент просто всех пролопатит. То есть, у нас уже на данный момент 500 человек протестировано. То есть, ты заходишь на… Ну, протестировано я имею в виду как. То есть, ты заходишь и базово вообще понимаешь, он нормальный или нет. Помимо изображения, то, что он дает, допустим, визуализатор мы ищем. Из них, вот, допустим, из 500 человек, у меня статистика есть, что, допустим, половина вообще не отвечает. Просто мы пишем, что не надо дать на их время. Дальше, короче, кто отвечает, там, неадекватные, там, сколько-то. В общем, из 500 человек, там, нормальных, например, 10 остается, да, из них, или 20, давай так. Из них 10, как бы, нам почему-то не подходит, по цене еще почему-то, по качеству. Значит, 10, с кем можно работать? Вот эти 10 мы записываем в базу, и эту базу, как бы, с ней уже можно работать. Это техническая задача, направить людей, которые тебе подходят. Их много людей, в целом очень много, их миллионы, сейчас будет еще больше. Ну, да, 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 это резонно, на самом деле. А скажи, пожалуйста, вот, у каждого этого сотрудника есть четко прописанные функции, инструкция и какие-то KPI, да? Ну, то есть, вот, у него, он должен выполнить какой-то объем задач, или он должен выполнить их в какой-то определенный срок, а дальше, либо он успевает это делать по инструкции, либо не успевает. Вот как у вас? У вас система мотивации, система штрафов, ну, то есть, вот, или как? Или так, ну, очень жаль, не успел, тогда у тебя был один шанс. Ну, в целом, да, вот это мне очень нравится мыслить, это, как бы, ты можешь не успеть, у тебя может быть один шанс, действительно, но ты, как человек, мы ищем людей самостоятельных, то есть, мы не берем на работу, и в этой системе, о которой я говорил, не удерживаются люди, дети, да, кого надо там подгонять, пинать, мотивировать. Если ты не успел, но ты объективно не успеваешь, значит, сообщи руководителю, у каждого человека, кто с нами работает, есть возможность пообщаться с руководителем, пообщаться со мной, в конце концов, у тебя есть skype, у тебя есть, значит, удаленный любой формат, напиши мне, скажи, я не успеваю, то есть, заяви о проблемах, скажи, я не успеваю, что мне делать, помоги мне, то есть, моя работа – помогать, я в этом плане, как бы, выступаю, как, то есть, моя задача, чтобы люди росли у нас, почему еще мотивируются люди, потому что они понимают, что работая в такой системе, на тебя возлагается большая ответственность, ну, как бы, ты сам на себя берешь, но и, с другой стороны, тебе готовы помогать, то есть, это первый момент. Второе, то, что мотивирует людей, мотивирует людей творческих, на самом деле, рост именно свой, то есть, они хотят завтра быть лучше, чем вчера, они хотят работать с интересными задачами, деньги, они тоже важны, естественно, и градация по деньгам есть, но основное – это получение навыков, то есть, люди, как бы, вот это очень сильно хотят, вот, и в этом вопросе, да, когда, типа, штрафы, штрафы не нужны, ну, я считаю, моя такая позиция – не надо штрафа, то есть, ты либо не даешь задач человеку, который не справляется, и все, и, как бы, ты больше с ним не работаешь, автоматически, задача нет, да, задача не выполняется, то есть, самый большой штраф, ну, как штраф, наказание для людей в нашей системе – лишение работы, лишение интересной работы, вот, мы тебе доверяем, ты готов с этим справиться? Говорю, да, готов, значит, буду вести проект, но мы видим объективно, что ты не справляешься, значит, ну, как бы, с тебя эта функция снимается, и вот это обидно, а так как это не хочет каждый человек, чтобы это было обидно, да, он старается, то есть, он уже прикладывает все свои усилия, ты его не заставляешь учить там календарь какой-нибудь, ты его не заставляешь там в Google Доке что-то заполнять, он сам это делает, потому что для него стыдно не успеть, вот, в такой ситуации, если ты такие правила выстраиваешь, люди и понимают, почему это для них важно, они с удовольствием работают, то есть, с удовольствием прям. Я уже задавала тебе этот вопрос, но давай его повторим, пожалуйста, еще раз, он очень актуален на данный момент, когда нам еще полмесяца точно, а то и больше сидеть дома, инструменты удаленной работы, чем пользуешься ты, и что рекомендуешь коллегам. Одна из самых важных вещей, это считать время, время на задачу, всегда, всегда, везде, причем люди пытаются избегать этого, всегда, просто зауксиому возьмите, человек не хочет сказать, сколько он времени истратил на задачу, он думает, что что-то за это будет ему, или наоборот не будет, и мозг блокирует такую тему. Даже если вы попросите человека любого, значит, сказать, сколько он времени истратил, он скажет, я не помню, я не знаю, в общем… Весь день работал… Нет, ну это хорошо, если весь день, это ты можешь хотя бы сказать, окей, и какой результат. Весь день понятие растяжимое. Да, ну вот, да, весь день сколько? Это 8 часов ты работал? А, может, 24. Ну, может быть. Так ты заяви, сколько? Весь день это сколько? Хорошо, 24 часа. Как хорошо, 24 часа, какой результат у тебя, допустим? Ну, возьмем какую-нибудь простую, ну, как ноль, допустим, что он делал у тебя, какой человек? Нет, я просто условно, что очень у многих есть, я согласна с этим таймтрекером, да, очень у многих есть такая особенность, что я вот делал-делал и не сделал. Да, короче, первая тема, это заставить себя приучить, да, писать, на что ты тратишь время, ну, по факту, и сотрудников. То есть ты, ну, как бы, себя можешь и не заставлять, да, потому что твоя деятельность, если ты занимаешься функцией руководства, оно как бы и есть. Но если ты занимаешься функцией, допустим, создания дизайн-проекта, ты, пожалуйста, запиши себя, что я как дизайнер отработал на этом проекте столько-то времени, или как менеджер, и возьми себе денежку за это. То есть тебе надо из общего бюджета проекта время зачем считается? Не чтобы всех построить и потом жулить, а чтобы правильно распределить доходы. А подожди, кстати, как у вас распределяются доходы между сотрудниками? В зависимости вот этого времени? Есть, сейчас объясню, значит, в правильной системе такая история. То есть ты сначала строишь финансовую модель компании. Что это значит? У тебя есть проект. Допустим, проект тебе приносит, ну, давай возьмем 300 тысяч, например, да, вот стандартная такая тема. Из них 150 ты отдаешь на исполнение. Это дизайнер, это менеджер. Ну, и дальше, в принципе, вот два человека, два специалиста, они могут этот проект сделать. Дальше, если они посчитают нужным, они распределяют на чертежника, на визуализатора, там, на обмерщика, еще кого-то. Из этих же денег. Да, в целом у тебя есть две функции. Это у тебя управление и дизайн. Ну, вот, производство и управление. Им отдается 150. 152-е идут на рекламу, на собственнику идут, идут на поддержание этого самого административной части, офис, все остальное. Это я условно взял 50 на 50. Ну, да. Ты можешь поменять как угодно. И у тебя бонусный фонд еще есть. К примеру, вот у нас, как сделал, у нас 50% идет на исполнение, 50% на, значит, компании. И из них, если 50% вписываются, ребята, еще 20% в бонусный фонд. То есть, фактически 30% вставляет себе компания, 70% при правильном раскладе забирают себе сотрудники. То есть, из 300 тысяч, там, условно, 100 компаний, 200 на исполнение. Ну, вот такая история. Это квартира, допустим, 100 метров по 3 тысячи рублей. Логично, что это вот московская как бы история. Я, как руководитель, обязан, то есть, моя работа взять заказчик по этой цене. Соответственно, если я беру заказчик по этой цене, у меня там 200 тысяч, например, разница. За 200 тысяч я могу нанять, не обязательно московского специалиста. За 200 тысяч я могу нанять там кого-нибудь в Челябинске, в Евгенбурге. Могу сам сделать, да, если у меня заказ как бы есть. И вот именно вот здесь вот начинается управление и понимание. Соответственно, ты отдал человеку, отдал специалисту, и он уже сам понимает, сам он сделает это в срок, или он в срок не успевает. К примеру, если у тебя дом, вот у нас дом сейчас там полторы тысячи метров, ты физически его сам не сделаешь никогда в жизни, ты будешь сидеть там, не знаю, год, у тебя не хватит возможности его сделать. А клиенту надо заезжать там через год. Соответственно, ты обязан делить. Соответственно, если у тебя квартира маленькая, ты можешь сам ковырять. Но если ты хочешь делать большие проекты, крупные, да, допустим, вот мы Гал сделали, это самое, Москва-Сити. Огромный проект, и там невозможно сделать, там у нас 30 человек работало. Вот, если бы не было технологии распределения, ты всю жизнь будешь в маленьких проектах окопаться. И ключ, чем отличается маленькая компания от большой компании, тем, что в маленькой компании, как бы она может из одного человека состоять, но у этого одного человека в голове так устроено все, что при необходимости он сможет ее масштабировать сколько угодно. Вот как бы в этом тема получается. А если, смотри, такая ситуация, ты берешь проект не за 3000 рублей, там, а условно, ну, как-то, не знаю, клиент тебя прожимает, или это, там, твой друг, и ты ему делаешь скидку или еще что-то, и, ну, денежный фонд меньше. Или кризис в стране, это все, приходится снижать цены, а сотрудники уже привыкли работать по определенной ставке. Что-то делаешь себе меньше. Ну, у тебя инструмент есть. У тебя есть инструмент, тоже так называемый, ты просчитываешь минимальный, ну, как бы, безубыточность, точку безубыточности. Да, ты прописываешь, и ты понимаешь. Ну, то есть, в нашей компании точка безубыточности прописана, у нас минимум мы можем взять 300 тысяч рублей 100 метров. То есть, мы не можем брать квартиры меньше, иначе я буду сам за них платить. То есть, я просто это вижу по цифрам. Я не гадаю, не думаю, я точно это знаю. Извини, подожди, сколько времени ушло, чтобы прочитать эту модель и понять, где вот тот минимум? Ну, в принципе, это не очень долгое упражнение, оно делается за день, ну, как бы, за пару часов. То есть, ты просто, у нас там есть такая тема, ну, короче, два дня. То есть, первый день ты въезжаешь мозг свой, да, потом прописываешь, как это бывает, и потом в конце там первого или второго дня ты понимаешь, что вот где я теряю время на данный момент, что тебе надо делегировать, что делегировать не надо наоборот. То есть, где ты конкретно теряешь время и деньги. Вот. А если новички, например, если у них еще нет проектов, нет опыта, им не с чем сравнить, они могут тоже прочитать эту модель, чтобы понимать, по какой цене работать? Ну, новичкам надо просто сначала по любой цене отработать, чтобы было что-то в портфолио. То есть, это имеет смысл те, кто уже, ну, либо, это для двух категорий людей имеет смысл. Первая категория, это кто из профессионала, как бы самостоятельного, хочет компанию создать. Это первый шаг, когда ты начинаешь делегировать. То есть, это первое понимание финансовой темы. И второе, если ты инвестор и хочешь создать студию дизайна, как бы это странно не звучало, но это прикольная тема, потому что ты можешь купить салон красоты, да, условно говоря, там франшизу какую-то, а можешь студию дизайна сделать. И, в принципе, студия дизайна, ну, тоже нормально делается. Ты можешь сам не быть дизайнером, и даже, на самом деле, даже лучше. Потому что дизайнер приходится перестраивать мозг, а если ты инвестор и пришел в эту тему, то ты, как бы, занимаешься бизнесом. Управлением. Управлением, да. Вот. И, соответственно, у тебя, ты делаешь это задание, ты понимаешь, какой дизайнер тебе нужен, ты его нанимаешь, договариваешься с ним о критериях работы, о качестве, о цене. Если дизайнер не справляется, ты берешь нового. Ну, как бы, окей, не справился, не справился, значит, берешь нового. Либо двух сразу берешь, одного потом, ну, как бы, либо двух оставляешь, либо одного выгоняешь. Это уже управленческие решения. Вот. Ну, собственно, считать надо. Так, возвращаемся к инструментам, считаем время. Что еще? Роли, функция. То есть, инструмент очень полезный, как время ты истратил в роли кого. То есть, когда ты общаешься с клиентом, ты тратишь время в роли менеджера. Когда ты общаешься с коллегами и согласовываешь дизайн, ты как арт-директор. Когда ты сам планировку рисуешь, ты дизайнер. То есть, надо понимать, там всего 10 функций по стандарту профессии. Соответственно, нужно время списать на ту часть, которую ты делаешь. Что из этого следует? Если ты руководитель и топовый дизайнер, например, то тебе неэффективно, допустим, объяснять планировщику, дизайнеру, который оформляет, что он сделал не так. Потому что в тот момент, пока ты его объясняешь, ты, допустим, тратишь час своего времени. А час своего времени стоит, допустим, 2000. Ну, просто ты по финансовой модели посчитал. И ты понимаешь, тебе выгоднее не брать дешевого эконом, ну, то есть, эконом вариант планировщика, хотя, казалось бы, возьму, там он просто оформит. Тебе выгоднее брать дорогого и платить ему тысячу тоже в час, тысячу в час, это на секундочку, 22 на тысячу и на 30. Это сколько там получается? 8, сейчас посчитаем, 160 тысяч примерно в месяц. То есть, тебе выгодно взять профессионала, компетенции которого на 160 тысяч рублей в месяц, тебе это выгоднее в два раза, чем брать новичка за 30 тысяч и тратить на него свое время. Вот когда ты все считаешь и понимаешь, ну, то есть, это такое открытие. То есть, поэтому, допустим, я беру там копирайтера тоже по тысячу рублей в час, потому что я не хочу новичкам объяснять, как писать. это дороже выходит. То есть, получается, я как бы плачу за их обучение своими временем и деньгами, а мне нужен результат. И вот эта неочевидная штука, тебе кажется, ну, вот время, оно как бы размыто, то есть, в голове у нас так устроено. Поэтому все считаем. А время уходит. Хорошо, а вот система, ну, понятно, что сейчас есть много там и Zoom, и Skype, и все, что угодно, это все сейчас можно изучить. Система управления проектами и как правильно выстраивать работу с вашими сотрудниками, то есть, я знаю, что вы пользуетесь Basecamp достаточно удобно и давно, вот, объясни, пожалуйста, коллегам, как правильно выстроить эту систему в онлайн формате, то есть, как давать задачу, чтобы не писать на почту или писать на почту документы, потому что это все теряется и снова происходит какой-то хаос. Объясню, это очень хороший вопрос, на самом деле. Сейчас есть система, ну, одна из самых популярных, есть несколько систем, давайте, первая, это AmaCRM, она нужна для того, чтобы лидов в одно место собирать, это для отдела продаж, оно не для управления, для продаж оно не нужно. Для управления есть Megaplan и Bittrex, ну, как бы наши российские. Значит, в чем там минусы-плюсы, скажем так? Вообще любая система подойдет, вообще любая. Важно не само наличие системы, а как ты и пользуешься. В целом, вот эти системы, они достаточно избыточны для нашей модели. В идеале, должно быть просто место, в которое складываются для общего доступа, то есть, в идеале, даже, в принципе, подойдет Google Диск какой-нибудь, куда ты просто скидываешь. Почему? Потому что все остальное у тебя может быть прописано тоже в Google Документе, у тебя так называемый сценарий продаж, не продаж, сценарий проекта, ведения. И этот сценарий проекта, он не просто бумажка, которая там лежит где-то, а по нему реально люди работают. Соответственно, у тебя есть менеджер и ведущий специалист, ведущий дизайнер, который по этому документу идет. И тебе, в общем-то, без разницы, тебе важно, чтобы они, значит, куда-то складывали результат, и следующий человек, который будет делать, он этот результат собирал. В системах, которые предлагаются Bittrex Megaplan, там как сделано? Там есть шаблоны, то есть там классно сделано для быстрого введения нового человека в работу. Но избыточно там что, на что обратить внимание? Не надо ставить задачи. То есть не надо ставить задачи каждый раз специалисту. Надо на них возложить ответственность, самостоятельно себе ставить задачу и ставить задачу своим сотрудникам. Почему? Потому что, ну представьте, мы взяли там 10 проектов, например, нельзя замыкать на одного руководителя 10 проектов, он никогда не справится. нужно распределить на одного руководителя как бы отчеты, чтобы выдавали ведущие. То есть надо уже как бы следующим людям давать возможность делать как они хотят. Ну примерно так. Вот. А там как бы идет, то есть люди привыкают к автоматизации, там им идет, значит, уведомление, а потом знаете, что происходит? Потом происходит следующее, что сотрудник говорит, ну ты спрашиваешь, типа, почему, какова причина, что ты не успел? Говорят, а вот мне на почту уведомление не пришло. И он говорит, что типа система, ну как бы виновата, да, а такого не должно быть, ну ни в коем случае. Поэтому система очень классная, любую можно использовать, абсолютно любую. Вопрос не в самой системе, а как ты ее настроишь, и как ты именно, ну, донесешь, как правила игры какие ты сделаешь для нее. Я хочу призвать наших зрителей в Инстаграм писать вопросы. Там вроде пишут, нет? Ну пока все только с нами здороваются. Привет, да, ребят, вопросы, если есть. Просят сохранить эфир, а я вот пока вы думаете над вопросами, как раз в подтверждении твоих слов расскажу. Недавно у меня был прямой эфир с Сашей Кузнецом, он у нас выступал на дизайн-конференции где-то, по-моему, года три назад, и как раз рассказывал о том, как они внедрили в сервину систему. И сейчас я, значит, Саше три года как раз актуально, что ты сделал нового. Саша сказал, мы Битрикс попробовали, Ама попробовали, Мегаплан попробовали, мы все, а он математик по образованию, он кайфует от этих, понимаешь, всех настроек. И он говорит, ты знаешь, что у нас сейчас? У нас сейчас Google Диск, Trello, самая простая постановка задач. В Google Диске я все, говорит, запрограммировал, чтобы все это было понятно, и вообще все элементарно. Потому что, говорит, я понял, что да, можно заморочиться, выстроить серьезные вот эти вот системы, но сотрудникам проще работать с тем, с чем они работали. И ты абсолютно прав, и это как бы доказано, и здесь абсолютно, абсолютно все хорошо. Так, отлично, идут вопросы, к которым я сейчас, кстати, пытаюсь тебя... Сейчас я добавлю к этой еще теме одну очень важную модель и момент. То есть мы понимаем, что если мы будем делать растущую систему, нам по-любому потребуются новые сотрудники. И когда у тебя система очень сложная, она может быть очень идеальна для тебя, но задача-то самое главное другая. Задача быстро привлекать новых сотрудников. И иметь возможность, если кто-то там зазвездился, условно быстро его поменять. Соответственно, чтобы это сделать, тебе нужно, чтобы новый не месяц учился твоей системе нажимать, чтобы сразу сегодня начал работать. Это очень важно. Значит, я не могу... Вижу, что здесь лежит настольная книга дизайна и комплектации. Кстати, буквально недавно проводили мы прямой эфир, уже не помню, ой, не прямой эфир, вебинар на какую-то тему. И там прям люди пишут в комментариях, да что за тупые вопросы? Прочитайте книгу Орехова, там все понятно. Так что все, расходится книга. Да, не просто так она здесь лежит. Напоминаю, что это книга Станислава Орехова в энциклопедии дизайна и комплектации по работе с подрядчиками и поставщиками, а также по работе с комплектацией. В связи с этим, Стас, у меня такой вопрос. Сейчас ситуация непростая не только для дизайнеров интерьера, но мне кажется, что более непростая для коммерческих компаний, у которых были салоны по всей России, у которых были сотрудники, и которые раз и на полтора месяца они лишаются своих основных точек продаж. Да, у кого-то есть онлайн-магазины, у кого-то нет. Сделать онлайн-магазин за неделю не так-то просто, если у тебя особенно там широкий ассортимент. Кто-то пытается это сделать, кто-то не пытается. Кто-то, вот тоже мы сейчас с Ксюшей обсуждали, кто-то просто лапки сложил, такой, ну, будь что будет. А какие ты дашь советы и рекомендации нашим любимым, дорогим поставщикам, у которых сейчас у кого-то закрыто производство, у кого-то закрытые точки продаж, что делать, потому что я вижу, насколько они грустят по этому поводу, не знают, что делать дальше. Ну, вопрос, есть ли там какие-то финансовые безопасности или нет. Если нет финансовой безопасности, ну, как бы подушки, да, и производство закрыто, и платить за плату, ну, это как бы банкротство. Значит, ну, что с этим делать? Ну, ничего, быстренько убытки списать, значит, заморозиться и потом стартовать заново. То есть для тех, кто уже условно банкротится, тем нужно, скорее всего, работать над тем, почему это произошло и как сделать так, чтобы это не произошло заново. То есть как быстро потом стартануть, я бы над этим работал. Не как спасти, скажем так, чего-то там, а как стартануть заново. Что значит стартануть заново? Сделать нормальную упаковку для себя, определиться, что ты работаешь через дизайнеров либо для клиентов, то есть, ну, вот с этим разобраться. Следующая категория У тех, у кого более-менее нормально Непонятно, что делать Я бы сконцентрировался на складских остатках То есть сейчас у дизайнеров такая тема Кто сейчас достраивает, либо пытается Либо люди пытаются достроить дом То есть у кого-то в половину осталось И они очень сильно боятся закупать и заказывать Но это невозможно У них, допустим, в проекте плитка какая-нибудь красненькая Но какая, непонятно И вопрос, где ее купить именно такую Да, соответственно, прикольная тема сейчас, мне кажется Будет именно помогать доделать хоть как-то то, что получилось А это складские запасы Потому что сейчас я бы не рекомендовал никому платить заранее Вот как мы покупали всегда И стараемся так делать И клиентов тоже учим Вот вам привезли сюда на газели Вот выгрузили, проверили, все посмотрели Заплатите денежку Вот вперед, потому что если ты заплатишь, то большая Идут на это производители Ну, конечно, у тебя складская программа Ну вот покупаешь камень, допустим Привози камень Приезжает камень сюда, газель Ты смотришь ее Выгружай, выгружаешь Расплачиваешься Ну, а как еще? Ну, если у тебя есть складская программа Отлично Если складской программы нет Значит, ты можешь, да, условно Какая услуга может быть? Ты можешь найти у кого есть Предложить, обзвонить Сказать условно Дизайнеры, дорогие мои Или клиенты Если у вас есть проект То присылайте Мы адаптируем ваш проект Под то, что сейчас есть в наличии Это же тоже важная услуга Там за 10% То есть, либо я сам буду Как сумасшедший обзванивать И искать Да, либо кто-то мне поможет Это сделать за меня Ну, окей, я заплачу за это Потому что сейчас уже вопрос не денег А вопрос тупо наличия Ты можешь отдать С 50% скидкой И не получить ничего Потому что это будет Последний шанс Человек, который принял деньги Ну, как-то прожить этот кризис Ну, то есть, чтобы спонсором не быть Соответственно, вот так вот можно делать А у кого нет складской программы? У кого нет? Ну, я же говорю Очень просто Если нет складской программы То есть, первое Ты, значит, закрываешь бизнес Это тоже нормально, на самом деле Ничего страшного нет Закрыл бизнес Увольняешь сотрудников Ну, да А что? Ну, нет денег А что ты будешь физически делать? Ну, как? Переформатировать Что ты будешь делать, если у тебя нет денег физически? Объединиться Ну, объединиться Продать офисы Объединяться я бы не советовал Потому что вообще работа в партнерстве Это отдельная тема Ну, с кем-то Потому что, значит, работать будет один Значит, а получать будут вместе И вот на этом ты, короче, всегда погоришь Тем более в кризис не надо То есть, в кризис, как бы, объединение Это один думает, что он за счет другого спасется А тот думает, что он за счет вас спасется И в результате никто ничего не делает Вот, короче Ну, надо понимать, что ты сам можешь Да, свои способности Значит, себя именно Да, какие у тебя есть возможности Если ты не знаешь, что делать Ну, конкретно ты Ну, не понимаешь, что делать То можно всегда спросить То есть, можно взять Задать вопрос У меня, я на телеграм-канале отвечаю на вопрос Можно прислать Можно купить консультацию Если там денег вообще нет Можно бесплатно задать вопрос Я отвечу как-нибудь, да То есть, можно проявить фантазию Можно поспрашивать Что-то надо делать Почему производитель, например Если у меня не работает бизнес Почему я не могу вот эту услугу Которую сейчас сказал сделать Могу Ну, то есть Я понимаю потребность? Понимаю Я понимаю, что есть дизайнеры У меня есть контакты дизайнеров Есть Я могу им обзвонить Я могу предложить им эту услугу Я могу позвонить друзьям по складам Значит, кто-то лампочки продает Кто-то камень Кто-то дерево У меня есть готовый проект Я, допустим, обанкротившийся поставщик Что я делаю? У меня есть база дизайнеров У меня есть свои клиенты, конечно Я говорю, дизайнер Вы сейчас проекты ведете? Да, тяжело-тяжело Значит, предлагаю так Смотрите Из наличия тяжело выбрать Я предлагаю У меня есть, короче, проверенные поставщики Вы платите только в момент отгрузки Вам это предложение ценно? Он такой Было бы неплохо Отлично Давайте проект присылайте Я вам завтра пришлю проверенных поставщиков Которых есть в наличии То есть это такое переформатирование в комплектатор Ну почему нет? Почему нет? Это же Мы сейчас работаем с тем, что есть Мы придумываем схемы И таких схем можно много придумать То есть я сейчас как бы сходы придумываю Но вопрос возникает в том Что какие Первое Как придумывать хитрые схемы? У тебя есть ресурсы какие-то? У каждого есть У кого-то знакомые есть, например У кого-то, например Вот в прошлый кризис У нас было знакомые У которых банкротился склад с пиломатериалами Вот И он оттуда забрал И вы дом построили? Мы не дом построили Мы офис весь застелили Классно Паркетом Ну почему нет? Хотя Ну то есть ему там место зарплаты Или как-то дали Вот И потом мы ему заказ дали Вот это Ну то есть Он говорит Это надо долгосрочное сотрудничество Нам дал просто в офис И мы ему потом заказ дали Не знаю По-моему Когда кризис кончился Не помню сколько там было Миллиона четыре наверное Вот такой заказ он получил Ну как бы нормальная тема Вот Значит Что дальше? Дальше у тебя есть Короче ресурсы твои личные Да У тебя есть Понимание клиентов И у тебя есть понимание партнеров Соответственно Ты миксуешь все эти вещи Придумываешь такую услугу Такое предложение От которого нельзя отказаться Но это мало Дальше ты берешь телефон И тупо начинаешь обзванивать У меня так лично было Друзья мои Я вот когда книгу эту делал Как я ее делал? Она Это дорогая книга Она в производстве стоит миллион То есть мне чтобы ее сделать Ну вот я физически своих денег отдал Естественно я не хотел отдавать Ну как бы все эти деньги сам Я придумал схему Что вот в эту книгу Можно не рекламную интеграцию включить Это примеры Я говорю давайте вы будете примером Здесь у нас есть компания Вот написано допустим Эрлайт Ледников Ну и так далее Там несколько компаний У нас четыре Я говорю вы будете примерами Как надо делать Я на вашем примере Я сделаю вам упаковку Отрекламирую И положу в книгу Другие дизайнеры будут смотреть Как делать карты И поставщики будут смотреть Как на вашей основе делать карточки Предкольная идея Отлично Но она не сработала С первого раза Я стал звонить И мне Я говорю почему вы не покупаете Мне нужно было продать эту тему Я говорю почему вы не покупаете Я говорю нам кажется что вашу книгу будут читать Поставщики Поставщики Ваша книга для поставщиков Я такой думаю точно Я сделал книгу для поставщиков А надо делать ее Не только для тем и тем Всем Это будет энциклопедия Тогда у меня родилась идея Что это будет энциклопедия Тогда я понял Что ее будут читать и клиенты И дизайнеры И поставщики И у нас получилась трехсторонняя история Поэтому вот откуда-то это изображение Да вот оно Изображение Трехсторонняя история Мог бы я это придумать сам Нет У меня не было данных То есть мало придумать гипотезу нужно ее еще и взять телефон и начать звонить. А мы очень сильно боимся этого. Ой, как это я пойду предлагать? Что я сейчас буду звонить, обсуждать? И как только я это сделал, я за примерно неделю привлек вот инвестиции, ну вот в том формате, около миллиона, для того, чтобы сделать эту книгу и выпустить. Я на самом деле с тобой абсолютно согласна, потому что я уже сейчас вижу, и мы общаемся с компаниями, у которых встали какие-то их продажи. Эти компании начинают консультировать по бизнесу, ну их топ-менеджмент, который уже там много чего открывал. Давать какие-то там, не знаю, мастер-классы платные и бесплатные, это уже другой вопрос, да? Ну то есть правильно, первое, найди, что ты умеешь делать, что у тебя есть, свои ресурсы, что у тебя там есть. Вот у тебя есть студия классная, видеопродакшн, продавай это как ресурс, да, условно говоря. В прямом эфире мне ничего не стоит, я нажал кнопку, я подготовил заранее, нажал кнопку, я могу эти эфиры сколько угодно делать, почему нет? И точно так же можно ее там, не знаю, условно арендовать и здесь вести какие-то там мероприятия на коммерческих условиях. И на самом деле это очень круто и очень эффективно, и я рекомендую вам подумать и посмотреть на себя и на свой бизнес немножко с другой стороны. Если есть площади, тоже это можно использовать. Если есть материал оборудования, можно использовать. Можно, ну то есть, можно, если у кого-то есть, допустим, сейчас дом стоит, и таких тоже много, и там вы производитель, можно скооперироваться, дом производитель-дизайнер, сделать это все, упаковать и продать эту идею, как, ну как, ну не инвестору, а человек, который хочет купить. То есть многие люди хотят купить, а купить нечего хорошее, а им нужно там переезжать, там ребенок родился, еще что-то. То есть можно сделать продукт, я тоже лично такое делал, то есть я делал продукт, квартиру у меня была, я сделал ее хорошо, ее купили, ну на 20% дороже рынка. Почему? Я спросил, почему вы покупаете? Они сказали, очень просто, ведь мы ходим, у нас в округе, там только бабушки на квартиру какие-то, ну то есть даже не с 90-х, а с 80-х, мы как бы не видим альтернативы. Говорят, да, у вас дороже, но мы лучше кредит еще возьмем на год, мы его отдадим там в банке на 20% дополнительно, но у нас уже будет сразу нормально. Ну вот примерно так, то есть люди готовы покупать. Это не единственный случай, то есть я сконсультировался с ребятами, они так же делают. То есть берут старый дом, вкладывают туда реновацию, делают и соответственно продают просто, ну дороже получается. Потому что есть люди, у которых первое, есть деньги, и второе, кто готов сделать сейчас, не делать ремонт, а делать сейчас. Почему не может дизайнер объединиться со строителями, с владельцем недвижимости, с риэлтором, с брокером? Да, это сложная схема из пяти человек, но она возможна? Возможно, и каждый вкладывается своей темой, по сути как бы ему по себестоимости получается, а все вместе потом получают себе опыт, кейс и деньги в моменте. Я тоже расскажу про свой вот сейчас кейс, который у нас есть. Мы работаем с крупным торговым центром, и ты его прекрасно знаешь, который, естественно, закрыт сейчас по объективным причинам. И мы остались без работы, и все остались без работы. Но при этом, поговорив с руководством, мы поняли, что давайте переводить те мероприятия, которые мы делаем в онлайн формате, для того, чтобы трафик шел в торговый центр, давайте переводить в онлайн. Извините, делаем живьем, переводить. Мне, естественно, был задан вопрос, это зачем? Нам нужны люди физически, как покупатели. Я говорю, ну, как бы, смотрите, никто из ваших конкурентов этого не делает, себе стоимость минимальная, охват более высокий, да плюс еще классные анонсы, постпродакшн в виде фотографий, видео, скринов, туда-сюда. Они, да, действительно, это, ну, по себе стоимости, действительно, организовать онлайн мероприятие дешевле, нежели живое. И мы уже достаточно успешно так работаем с ними, они рады, потому что у них увеличилась пищаемость сайта, а увеличилась пищаемость сайта, соответственно, увеличилась узнаваемость их арендаторов. Да, то есть нужно думать на то, что будет дальше, потому что когда-то это закончится, и сейчас есть возможность минимальными способами, минимальными затратами подготовиться к выходу на рынок. Да, фокус внимания, тем более в интернете, вот мы сейчас раз там сделали, и, значит, без подготовки, без анонсов, без всего. Люди, собственно, вы смотрите сейчас, также смотрят, и когда закончится кризис, люди-то пойдут покупать, они пойдут куда покупать? К знакомым. А знакомый – это центр, который все это дело помогал. Был на виду весь этот месяц. Да, на самом деле есть такое правило, вот даже если вот его запомнить, я в одной книге прочитал, я уже не помню в какой, но оно мне так понравилось и так запомнилось, запомните это же правило, количество исходящих, оно как бы увеличивает прибыль. То есть любая информация о себе, направленная в мир, она хороша. Даже если тебе вот в моменте, вот что мы сейчас с этого эфира, мы что, сейчас мы ни книжку не продадим, ничего, мы просто вот как бы общаемся, но само по себе это, оно каким-то образом магическим влияет на то, что все окей. Соответственно, количество исходящих можно и нужно расширять, и каким-то образом вселенная даст обратную связь тебе, и в виде продаж и всего остального. Поэтому Света тут молодец. А в маркетинге это называется точки касания. Точки касания, отлично. Можно как можно больше точек касания сделать своей потенциальной целевой аудиторией. Поэтому вот оно все. Ну что, поотвечаем на вопросики? Давайте, да. Так, так, так. Блиц. Здесь какие-то у нас, это, флут, флут пошел. Так, 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 значит, привет, как я рада вас видеть. Так, так, так. Объясните, пожалуйста, логику. Как посчитали, что если объект меньше 100 квадратных метров, вам невыгодно работать? Это когда мы обсуждали математическую модель. Там считается очень просто, когда у тебя есть некая позиция на менеджмент, и некая позиция на… То есть у тебя в любом случае сгорают деньги на организационной части. То есть когда ты больше одного человека работаешь, у тебя есть расходы дополнительные. И эти расходы, они всю прибыль съедают. Когда самостоятельно работаешь с любым объемом, ты как бы себе зарплату просто платишь. Но как только ты пытаешься делегировать, чтобы делегировать, тебе нужен менеджер. Соответственно, какая-то часть расходов, она уходит туда. И вот есть такая экономическая модель, в которой… Ну это формула. Ты ее просто считаешь. Я сейчас не могу ее пересказать. Я целый день как бы ты ее сам ковыряешь, в мозгу обрабатываешь. Но в какой-то момент ты понимаешь чисто на цифрах, где тебе выгодно, где невыгодно. То есть это примерно так, что тебе… Ты получаешь сколько-то денег, например, 50 тысяч рублей в месяц. И, соответственно, в какой-то момент ты понимаешь, тебе выгодно сейчас самостоятельно уборку дома сделать, либо выгодно пригласить кого-нибудь специалиста, кто это сделает. Если это не для разминки, конечно, что тоже очень полезно. А если это как рутина. Примерно то же самое. И когда это не сходится, тогда ты понимаешь, что… В общем, цифры не сходятся. Вопрос. Подскажите, пожалуйста, как купить вашу книгу «Я из Киева»? С Украины пока тяжело. Как только откроют границы, будет пересылка. То есть у нас мы отправляем туда тираж, ну, небольшой. И там его быстро раскупают. Вот, соответственно, сейчас закончился. Но как только возобновят, мы отправим. А где раскупают? В каком месте? Это какой-то партнер или что? Как узнать подписчикам? Узнать очень просто. У нас есть, ну, собственно, вот эта вот книга наша. Она на нашем сайте. Заходите в design.ru, все буквы через терра. Там книга есть. Оставляйте заявку. Значит, либо звоните по телефону. И там все подскажут менеджер, как это сделать. В целом, я говорю, что сейчас мы доставить не сможем. Но как только будет доставка, мы отправим уже в Киев. Мы отправляем. И из Киева там уже по местной почте, по вашей отправляют до местного назначения. А в России сейчас доставка? В России доставка есть. Компания СДЭК все работает. Доставляют без проблем пока. Ну, вот вчера только отправили штук 10, наверное. Кстати, с книгой нормальная тема. Работает. То есть у нас каждый день. Тоже, кстати, очень хороший подспорь. То есть один раз напечатав ее, то сейчас такой как бы пассивный доход. Сарафанное радио. Да, сарафанное радио, пассивный доход. Такая вот тема рабочая. Тоже хорошо. Я очень рад, что, кстати, кто купил, что вы отзывы тоже пишете. Ну, то есть здорово. Сторисов там много, поэтому классно. Спасибо за поддержку. Точки касания. Точки касания, да. Так, расскажите, пожалуйста, как вы ищете подрядчиков. Ну, вот в книге, целая книга про это есть. Открываешь голову номер 8, 10 и 11. Там как искать подрядчиков. Это какой-то чек-лист или что это? Ну, в целом это технология. Что мы делаем для того, чтобы искать подрядчиков? Первое, мы понимаем, какие типы подрядчиков есть. Ну, вообще надо понять, что есть там халтурщики, да, которых за километр нельзя подпускать. Есть большие компании, есть компании средние, есть, ну, разные, там их всего 10 позиций. Потом тебе надо понять и согласовать с клиентом, самое главное, кого ты нанимаешь. То есть кого ты хочешь нанять, будет ли это у тебя по минимальной цене, но с более высоким риском. Либо цена может быть повыше, да, но с риском минимальным. Это не ты на себя принимаешь ответственность и решение, а вместе с клиентом вы это обсуждаете, чтобы на тебя потом это все не упало. Вот, ну, в общем, там есть такой действительно чек-лист, последовательность из, ну, примерно 15 позиций. Кстати, эта последовательность очень хорошо продает комплектацию. Как мы делаем? Если клиент отказывается делать комплектацию, говорит, а что я сам не куплю, что себе в магазине, зачем вы с этого 10% будете брать? Что мы говорим? Я говорю, дружище, вот есть книга, смотри, я просто не хочу, чтобы тебя обманули, чтобы ты сам обманулся. Открой, пожалуйста, вот эту главу и посмотри, как это делают профессиональные дизайнеры. Ты можешь не заказывать, но ты можешь сделать это сам. Но будь, пожалуйста, добр, действуй по чек-листу. И если ты не будешь действовать, то к чему это приведет, там будет написано. Все, как бы люди смотрят, кто-то действительно идет сам, кому-то книгу можно купить за 3 тысячи и самому сделать. А кто-то говорит, нет, я это не хочу делать никогда, значит, хочу купить у тебя комплектацию. Нормальная тема. Слушай, а расскажи, пожалуйста, давай, вот у нас как раз тут есть вопрос про поиск подрядчиков, на него ответили. Ну, технология, короче, есть, то есть ее просто сейчас, ну, не знаю, это отдельная тема. Да, а можно ли купить книгу в электронном виде? Нет, нельзя, она бумажная. Знаешь, какой вопрос у меня? Почему бумажная? Потому что она настольная, вот она на столе. Это же надо вычеркивать, подчеркивать. Надо работать с ней, конечно. Да, да, да. Катя Дубровская спрашивает, давно меня не видела. Катя, привет, да. Да, говорит, что я вышла из кадра. Катя, специально для тебя возвращаюсь. Вот. Мы стараемся держать социальное расстояние. Стас, вопрос про комплектацию, больной очень вопрос. Мы вот в последнее время очень много с различными дизайнерами обсуждаем его, и я помню, что, ну, мне кажется, ты как раз был такой законодатель, такой системы комплектации, открытой комплектации в России, но вот сколько ты об этом выступал, я только делала несколько твоих выступлений, ты сам делал их еще больше и рассказывал, но все равно люди как-то к этому туго идут. Про честную, открытую комплектацию с оплатой за саму услугу. Вот расскажи, пожалуйста, потому что, как я поняла, еще не все про это знают. Ну, окей, а что рассказать? Как у тебя строится система комплектации так, чтобы клиенты, чтобы ты не боялся, что клиент узнает, что у тебя есть некие бонусные вознаграждения? Ну, это, сейчас, комплектация состоится из двух вещей. То есть, первое – это услуга, которую ты оказываешь клиенту, да, второе – это твои взаимоотношения с поставщиками, партнерами и так далее, с которыми ты агентский заключаешь. Вот. В агентском, в котором ты заключаешь, там есть очень важный пункт, да, который гласит о том, что тебе платят твой агент не за надбавку, да, какую-то дополнительную, а со своей прибыли. То есть, вот этим пунктом ты себя обезопасиваешь от того, что тебе потом предъявят, что что это твой поставщик мне накинул деньги. То есть, тебя там конкретно этот пункт. Если, соответственно, твой, твоя компания, с которой ты работаешь, она этот пункт не соблюдает, то это вопрос, извините, к ней. Вот. Второе, что, ну, по факту, ты не гарантируешь самую низкую цену. Комплектация, она не всегда про самую низкую цену, потому что всегда можно найти дешевле. У меня в книге, как раз, об этом написано, о том, что ты… То есть, я могу найти всегда самую низкую цену. Если я заморочусь, я могу еще ниже найти. И даже вот вашу самую низкую я могу еще ниже найти. То есть, я могу точно это сделать. И комплектацию заказывает не тот, кто хочет самую дешевую, те пусть лучше сами делают, а те, кто хотят соотношения, да, чтобы это был нормальный хороший поставщик, проверенный, да, условно, как-то, кем-то. Второе, чтобы там была нормальная цена, не супер завышенная. И чтобы был сервис хороший, чтобы доставка, все остальное. И после гарантийного сотрудничества, чтобы было. То есть, у тебя четыре позиции. И когда ты заключаешь договор на комплектацию, ты заключаешь договор как на, как бы, комплекс услуг. Соответственно, ты продаешь не самые дешевые, ты продаешь самые лучшие. А за самые лучшие, получается, ну, как бы, нормально заплатить. И тогда, что уже там происходит, скажем, там еще что-то, у тебя цена понятная для клиента. И твои взаимоотношения, в принципе, с поставщиком, его не касаются. Ну, то есть, по-хорошему. Это то же самое, что просить его, сколько у вас сейчас денег в кошельке. Ты же его не спрашиваешь или на счете. Но есть еще один момент. Некоторые люди напрямую спрашивают. Я же знаю, что вы получаете деньги. Это тоже нормально. Я говорю в этих случаях, говорю, отлично, хорошо, что вы знаете, хорошо, что вы понимаете. Вы понимаете, зачем, ну, как бы, за счет чего это происходит? Говорит, ну, спрашиваю его мнение, его видение. Как вы к этому относитесь, спрашиваю. Значит, что вы по этому поводу думаете? И тут в зависимости от ответа ты ведешь диалог. Это уже переговорная позиция возникает. То есть, если человек говорит, я считаю, что, типа, это мои деньги, я считаю, что я тебе плачу нормально за дизайн-проект, и это я должен себе забрать. Я говорю, не вопрос. Нормально за дизайн-проект это сколько? И заключаешь договор на выгодных для тебя условиях, да, по дизайн-проекту. Да, нормально. Второе. Значит, ты говоришь, отлично, с удовольствием, все скидки, которые мне дают, я с тобой поделюсь, заключаем контракт, заключаем договор. Вам нужна доставка? Вам нужна, значит, приемка? Вам нужно сопровождение? Потому что, если да, то вот еще услуги, если нет, то, как бы, делайте сами, вот вам книгу делайте. Поэтому ты в любом случае выигрыша. Тебе же, ну, нет задачи вообще везде все собрать. То есть, если ты можешь, то, как бы, ты собираешь. Если нет, если тебе нужно для того, чтобы клиент выбрал тебя, значит, дать ему. Иногда мы говорим так, что, вот смотрите, вот, как бы, есть общая, там, скидка, допустим, 20% это мне отдает. Я с удовольствием, ну, как бы, если вы придете, вам не отдадут. Если я приду, значит, мне отдадут. Значит, я с удовольствием вам могу отдать. Хотите все? Хотите половину? Хотите, я вам все отдам, вы мне потом 10% за комплектацию? То есть, это, когда человек так говорит, что он говорит? Он говорит, первое, что я осведомлен. Это сильная позиция с его стороны. Он молодец в этом плане. Он прочитал книгу, он знает, как это происходит. Второе. Он не думает про тебя плохо уже, потому что ты, типа, не скажешь. Нет, он еще может, он еще может думать, потому что он тебе задает вопрос конкретный. А не украдешь ли ты условно мои деньги? Он вот так сейчас думает. И что это такое? Это возражение, по сути, с которым тебе надо как переговорщику работать. Это продажа. И если человек озвучивает это возражение, это даже лучше, чем он как бы в себя мыслит. Задаются, да. Потому что с этим понятно, как работать. Есть стратегии, да, описанные уже, готовые. Что делать, да? Соответственно, ты понимаешь, у тебя открытые карты. Ты говоришь, не вопрос. Давайте, как бы вы хотели, чтобы мы поступили? Он говорит, я бы хотел так. Ты говоришь, а ты считаешь это честным? Ну, то есть, как бы, давайте посчитаем. Смотрите, как можно сделать. Очень просто. Говоришь, давайте посчитаем. Вот вы мне платите за проект Стоката. Я работаю на проекте 2 месяца на проекте и плюс еще 12 месяцев на реализации, и того там 14 месяцев, допустим. А теперь давайте посчитаем. Сколько вы мне платишь? 200 тысяч? Это сколько я буду получать? 15 900 в месяц. Скажите, пожалуйста, сколько получает там ваша помощница секретарша? Говорит, типа, полтос. Говорит, вы как бы хотите, чтобы вашим домом, вашим жилищем занимался специалист, который, ну, примерно по вашим прикидкам Стоката получает? Говорит, я с удовольствием, да? Ну, как бы, ну, как? Помоги мне это сделать. И пусть он уже рассказывает, как ты можешь за 15 тысяч рублей как бы ему обеспечить максимальный сервис. И вот как бы, зная цифры, зная позиции каждого человека, это уже переговорные истории, ты можешь спокойно договориться. Даже если это эмоции, потому что чаще всего эмоции, когда включают там женщину, особенно, это манипуляция. Ты говоришь, окей, все понимаю, я вас понял, поймите, условно, и вы меня. Ну, то есть, получается, что с каждым клиентом индивидуальная история работы? Переговоры, да. Переговоры – это всегда индивидуально, то есть, всегда, это вот какой-то четвертый навык переговора и продажа. То есть, ты всегда должен понимать, что ты предоставляешь, в чем ценность, почему это надо клиенту, и сколько за это справедливо платить. Ну, и как ты можешь сделать, какой вывод, на что сейчас больше всего клиенты соглашаются? Вот в рамках разной. Я буду сам комплектовать, дай мне там спецификацию, или нет, я тебе заплачу там 10%, отдай мне все скидки. Ну, к чему сейчас рынок готов, клиентский? Такого нет. Каждый человек, вот из моей практики, каждый человек готов на что-то свое. И не надо никого переубеждать. Вот это самое важное. То есть, ты просто рассказываешь, как можно, и говорю, мне все равно. Хотите, я буду полностью управлять, и вы приедете, только ключики отдадите. Кто-то говорит, мне, пожалуйста, подбери до последнего полотенчика. Кто-то говорит, сделай мне, пожалуйста, самое главное, мне инженерия. Если у меня с инженерной точки зрения, мне дизайн не важен. Кто-то говорит, мне наоборот, у меня вот был клиент тоже, он держит альбом с картинками, вот я понимаю теперь, зачем дизайнеры нужны. А то, что там чертежи, там 50 этих самых, какой 50, 150 этих листов, говорит, это вообще, это вот заберите, не показывайте. Вот картинки, и он на iPad'е картинки показывает друзьям, и говорит, вот для чего дизайнеры нужны. То есть, у каждого это свое. И переучивать бесполезно. Стереотипы и образ мышления мы не переделаем. Мы, как дизайнеры, имеем возможность только самостоятельно уметь оказывать все услуги, и понимать, что клиенту нужно, и под это строить свое предложение. То есть, в целом у нас предложение может быть, ну, как бы одно и то же на самом деле для всех. Просто мы его показываем под разными углами. В это как бы и складывается суть продаж, переговоров, условной гибкости, но по факту все все равно идут по одному сценарию. То есть, кажется, что это как бы индивидуально, но по факту все равно одинаково идет. Резонно. Резонно. Вот даже тут комментарий пишет, извечно актуальная тема, сохраните эфир. Обязательно. Да, YouTube, Станислав Орехов. Стас, у нас осталось буквально 4 минуты, скоро нас отсюда выкинет. Друзья, если есть еще какие-то вопросы, буквально на парочку, Станислав успеет ответить, а я пока задам свой вопрос про что делать дальше. Я задам тебе этот вопрос. Давай на чем-нибудь позитивном мы закончим нашу сегодняшнюю встречу. Потому что, да, потому что... Что ты будешь делать дальше? Я? Да. Ты знаешь, я на самом деле вообще сейчас не парюсь. У меня... Хорошая позиция. Я достаточно быстро перевела свой бизнес в онлайн-режим, хотя как бы мне было... Ну да, мне проще, я не продаю материалы там и так далее. У нас все-таки там были мероприятия. Слушай, но материалы тоже можно по айфону записывать, видеопрезентация. Вот с таким оборудованием, шикарным интернетом, можешь что хочешь делать, покрутить как угодно. Абсолютно. И даже вот мы с тобой тоже обсуждали, если нас сейчас вот не закрыли бы, да, на въезд к тебе, мы бы и здесь с тобой материалы смотрели. Мы предлагали это нашим партнерам. Мы говорим, ребят, давайте не сидите, давайте мы готовы вам помогать. Помогать и как бы всячески поддерживать. Кто-то согласился на это, кто-то не согласился. С кем-то мы там делаем вебинары, с кем-то онлайн-конференции достаточно удачно у нас все проходит. То есть я-то как бы сейчас достаточно хорошо себя чувствую. И ты знаешь, что вчера поймала себя на мысли со спикером, что пока он читал вебинар, я успела разобрать шкаф, сделать уборку. С полезностями, да? Приготовить, да. А так, а он мне тоже говорит, слушай, а я бы на мероприятие живое два часа бы ехал, два часа бы читал, два часа бы ехал обратно. То есть онлайн сейчас настолько входит в нашу жизнь, и мы начинаем видеть от него плюсы, и я думаю, что, знаешь, еще не факт, что я из онлайна выйду после окончания всей этой истории. Вот это моя история, твоя какая. Отлично. Ну, моя... У меня все отлично тоже. Я как человек, который смотрит на любые какие-то проблемы, возможно, в мире или еще где-то, как на некие возможности. Почему? Потому что люди всегда есть, они же никуда не деваются, у людей всегда есть потребности. Соответственно, надо понимать психологию людей, а мы ее понимаем, потому что мы работали с нашими заказчиками много и долго. Мы понимаем, кто наши коллеги, мы понимаем, кто наши поставщики. И понимая все это, мы можем придумывать схемы, придумывать услуги, которые на данный момент будут актуальны. Ну вот, поэтому, собственно, мы этим занимаемся. Придумываем разные темы, о которых вы скоро узнаете, скоро будем запускать. Друзья, ну и спасибо большое, что были с нами, дослушали нас. Я думаю, что советы Станислава Орехова будут для вас полезны, и вы в ближайшее время внедрите полученные знания, не хандрите. Кризис не вечен, коронавирус не вечен. Берите пример со Станислава Орехова. И со Светланой Котлуковой. Мое предложение, да, самое важное, что сейчас можно немножко поработать над собой, и я думаю, может быть, ты что-то тоже интересненько придумаешь, чтобы люди, участники прямых эфиров наших как-то с собой поработали в плане, может быть, личного бренда, продвижения, упаковки, еще что-то. Может, здесь вот марафон. Да, вот я как раз и говорил о том, что, может быть, какие-то, не знаю, советы, рекомендации, марафон, то есть что-то по тому, чтобы ты вышел подготовленным, скажем так, после кризиса, и, может быть, даже в него и не попал, если у тебя будет нормально все с самоорганизацией, с самоупаковкой, и вообще с продвижением себя. Что думаешь? Ну, на самом деле, я полностью согласна, поэтому надо делать. Если вам будет мало тех советов, которые дал вам Станислав в течение этого видео, то, конечно, присоединяйтесь, потому что такие мысли уже есть, и мы можем сделать что-то. Я предлагаю, да, чтобы по конкретике перейти, написать наиболее, какие вам кажутся темы марафона либо темы для продвижения будут актуальны прямо сейчас, то есть именно что вот вам сейчас бы хотелось, ну, не абстрактное там, типа давайте вот как клиентов там привлекать, а более конкретное. Научиться писать посты. В конце концов, да. Историю, например, писать, да. Сторитейлинг, как выступать. Да, может быть, правильно даже, какие фотки. Ну, то есть тем-то много на самом деле. И если что-то конкретное там вас именно волнует, то пишите в комментариях и под этим видео, и, соответственно, мы придумаем что-то со Светой вместе. У нас на двоих огромное количество, больше двух десятков лет опыта, соответственно, мы что-то точно придумываем и поможем вам не только узнать, да, сейчас вот типа узнайте, как узнать. Внедрить и прокачаться. Да, сделать. Классно. И самые лучшие комменты мы выдадим обратную связь и, соответственно, поможем вам сделать. Спасибо. Присоединяйтесь, будет интересно. Классно.